Принцесса на всю голову Наталья Краснова Мы будем в конце фотографироваться или нет? Вы как решили? Здесь в Московском доме книги Своя система Всем выдали номера Это на подпись книги? На подпись книги Фотографироваться разрешили, да? Нет Или в масках разрешили? Нет Мы сделаем одну, а большую фотографию Да, вот Все, ну это мы потом в конце решили Час мы просто беседуем Абсолютно Причем сегодня у нас студенты Некой телевизионной школы Уже пять человек записывали здесь стендап-подводку Перед нашей сегодняшней встречей Так что у некоторых контрольная работа Именно по Наташе Красновой Все, и ответственность за их оценку нет Это вообще Ваша двойка, это ваши проблемы, все Хорошо Выяснили мы так же Все на подводках говорили, что это пятая книга Я им рассказал, что это четвертая книга И беседуя с маститами С заслуженными писателями Получавшими в том числе и литературные премии Я вывел такую схему, что одну книгу Может написать каждая Эта книга будет про него Случайно можно написать? Нет, 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 и эта книга будет про него Это четвертая книга И она снова про Наташу Краснову Естественно Правильно я понимаю, что все четыре книги Есть автобиографичные И дальше будет все про меня Если вы надеетесь на что-то великолепное не про меня, то зря Хорошо Ждем Это не об этом вопрос был Нет, это было о том А ты у людей нормальных не хочешь спросить вопросы? Вдруг есть? Да Мало ли все А справки есть у вас от психолога, психиатра? Или только QR-коды? Только от психотерапевта Ну я парочку, может быть, своих вообще Первый ты уже задал Второй Все Хорошо Я просто объясняю Это человек Он может годами со мной разговаривать И вас никого не спросить И все И потом закончится все Он скажет Ну что ж, больше вопросов я не могу выслушивать Потому что время закончилось Вот это было так в Европейском, понимаете? Не так было немножко Но не важно Я про то, что Откуда берутся принцессы? Что первично? Яйцо или курица? Сначала берется сказочная принцесса Все хотят быть на нее похожим Или же появляется та принцесса И потом про нее пишут сказки? Конкретно по этой книге? В том числе Ну я за других авторов я не могу говорить Но в данном конкретном издании Я сначала взяла всех принцесс Прям закинула вам на голосование Говорю Кто из вас в детстве Хотел походить на какую-то принцессу? И вы начали тыкать пальчиками В какие-то кнопки В результате образовалось 26 принцесс Потом я этих принцесс взяла Каждый диагноз поставила Да, спасибо Сигмунду Фрейду И оказалось, что некоторые принцессы Дублируют друг друга И эти принцессы пошли на выход Все, осталось 18 Осталось 17 А потом кто-то сказал А как же Мулан? И я вспомнила, что есть Мулан У нее проблем поменее, чем у остальных Она более-менее адекватная Еще может жить Но она молодец Она завершает весь этот Весь парад принцесс Парад уродов, хотя сказать Ну он так и есть, блин Что там делать? Нет, ну парад уродов Выгораживать их еще будут Сказать, что это мудрохов Кто? Они будут родственники даже Заглядывая в медицинскую энциклопедию Бывает так, что обнаруживаешь Все существующие болезни И все картинки подходят вроде к тебе Все 18 принцесс подходят к Наталье Красновой В каждой ли можно узнать и увидеть себя? И шо? И шо? И если так, и шо? Нет, я просто шо? Да, 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 так и есть Ну то есть я всегда, если я вижу, что кто-то заболел простудой Я такая, надо погуглить Возможно у меня тоже простуда Я однажды нагуглила рак простаты у себя И очень расстроилась, что у меня нет простаты Пошла к врачу, ко врачу Там еще меня поунижали Ну в общем, я вот такой человек Если я читаю о чем-то И мне кажется, что возможно симптоматика схожая Я начинаю заболевать этой болезнью Ну хотя бы в легкой форме Я и коронавирусом так же переболела, мне кажется Просто все болели Я такая, ну я наверное тоже Потеряю двух Модная болезнь, что бы Все болеют, надо переболеться Хорошо, ну так, это заразное вообще принцессизм? Коронавирус? Принцессизм Ну тебе не страшно Это понятно Нет, за девчонок беспокоились Нет, если вы уже в детстве заболели этим делом То уже как бы просто надо принять в себе что-то Какие-то особенности характера Сказать, ну да, я танцисс Я приняла это все Хоть нас и не надлюбливают и говорят, что мы плохие люди Мы молодцы и короли вселенной Ну типа, вы же понимаете, что у вас у всех есть характеристики какие-то Какие-то характеристики Какие-то характеристики могут быть положительными Но спереги вам с каким-то Это будет сто пудов какая-то отрицательная характеристика Вы можете быть очень щедрым Но если вы прям последнюю рубаху раздаете И там дети у вас голодают Из-за того, что как Цветаева Типа сдала их в детдом Моя дочь там умерла от голода маленькая Ну типа, это уже не щедрость И не благородствует И вообще непонятно уже, что это Ну то есть, все перегибы на местах Это всегда какой-то диагноз Пока у вас там нарциссизм весь Он, ну, локальный, но небольшой Такой с налетом на еще адекватность Вы нормальный человек Со своими, ну, прикольными особенностями Вас даже могут любить за это И вы будете казаться Блин, какая интересная больная женщина Это про меня не говорят С изюминкой Там изюма еще больше, чем тесто Просто изюм с тестом Ну и вкрапление теста небольшое И изюм большой Так что вот Сказки девочка Наташа Краснова читала в детстве? И шо, если да, то шо? Что ты, блин, ты начинаешь говорить, говорить Что за наезд? Ну читал Если я пишу уже сказки туда, верно? Читала? Это может быть в лет 25 думаю А кто я? Сама определюсь, я в плане принцессы Начинаю перечитывать все сказки Нет, ну что ты Мы все читали сказки Мы читали сказки Мы смотрели мультики Мы смотрели фильмы Большинство фильмов Это так или иначе сказки Особенно про Типа истинную любовь Типа, как будто есть какая-то истинная любовь И остальные все Это не истинные любови Нет, вся любовь Если вы чувствуете там К человеку какие-то такие положительные чувства сильные И хотите, чтобы ему было хорошо Это любовь, скорее всего И она нормальная, адекватная, хорошая Не бывает прям истинной какой-то любви И там человек, который предназначен только вам И он только с вами будет счастлив Такого тоже не бывает То есть у нас у всех есть Какие-то плюс-минус подходящие персоны Нам С нашими там болезнями Есть мужики со своими болезнями Я не про те, а про которые Те болезни лечите как-то Что-то делать И хотите К венерологу Хорошо Да, друзья Ваши вопросы От вас Хороших и умных Сейчас я к вам тоже Я разомну свои кости Если вы хотите Можете представиться Даже, например Я, Ольга, принцесса Такая-то я Наталья, добрый день Меня зовут Вера От вам такой вопрос Который может немножко вас Свести в ступор Но я попытаюсь задать Хотели бы вы написать книгу с Андреем Курпатовым Если да, то о чем бы она была Если да, то зачем Смотрите, мне очень нравится Андрей Курпатов Как человек, как психолог, психиатр Кто кем бы он там ни был Основатель школы высшей психологии И всего прочего Но Андрей Курпатов, насколько мне известно Сам превосходно пишет свои книги И у них там, мне кажется, у него штук Их, наверное, 15, если не больше И я тоже без него Он великолепно пишу И как бы Объединять двух людей Которые работают хорошо По одиночке В дуэт Очень странно То есть мы, допустим Я в дуэте не очень умею работать Он, я не знаю как Может он умеет подстроиться Как-то Я не умею Мне сложно Я начинаю либо страдать от того Что мои идеи На корню Пресекаются Либо я Тяну все в свою сторону Одеяло все на себя забираю И тогда зачем второй автор Непонятно Ну то есть Только из-за этого, скорее всего Я не смогу написать в дуэте С кем-то книгу Я диссертацию когда писала И надо было публиковаться В учебниках по педагогике Я очень сложно соглашалась Писать с кем-нибудь С профессорами даже Хотя мне Ну я аспирант Мне с профессором Ну это шикарно Написать какой-то доклад Я была прям против максимально Потому что нет Либо это мое, все Это тоже диагноз А на какую тему была диссертация? Экономическая игра Как средство Экономического образования Младшего школьника Все-таки игра Да, еще вопросы, друзья Да Привет Здравствуйте Привет Почему проблемы с психикой Превращают в сказку? Почему проблемы с психикой Превращают в сказку? Кто? Люди Какие конкретно? Фамилии называй Которые эти А просто вы мне берете Типа Сейчас я у тебя объясню Почему? Потому что мне непонятен вопрос И я не понимаю Кто конкретно мог его задать Такой Ну типа Превратить свою проблему в сказку Ты пример мне приведи И я хотя бы Я имею в виду авторов Которые пишут эти сказки То есть они романтизируют проблему А Почему сказки романтизируют Сказочники? Да? Да Ну они же Видишь Они же Несут Сказка же Это какая-то мораль То есть они учат Чему-то хорошему То есть я не отрицаю Что в каждой сказке У каждого героя положительного Есть какой-то Какие-то хорошие качества Это нормально Это классно Но помимо хороших У них есть плохие Я про хорошие Не рассказываю К сожалению Хотя наверное надо бы Что допустим Золушка Она работящая Это ее плюс Без вот этой жертвенности Она хороший человек Если бы она была более Могла проявить себя Как человек Сказать Мне вот это не нравится Я бы Вы извините Можете оставить себе дом Товарища мальчика Но я сейчас сваливаю Дусту ей подсыпать в чай Ну хоть что-то Она могла сделать Понимаешь Ну то есть Как-то проявить себя Она просто молчала Она даже ей Она же мальчике ничего не говорила Если бы она хотя бы сказала Что Вы имейте в виду Там по закону Вообще Пол здания мои Четверт Я не знаю Там юристы есть Где-то сказочные какие-то Фея могла ей что-то Там юриста наколдовать Из лошади Из крысы Из крысы И могла я юриста Наверное наколдовать Нет Там все вот это терплячество Которое привело к тому Что она вышла замуж Но если брать По аналогиям Очень много таких девчонок Выскакивают замуж За богатого Богатого там Принца И оказывается Что они вообще Не к месту И они его и не узнали Толком И они тоже сидят И в замужестве Ноют Что вот так Терпеть Теперь Теперь Мачеху терпел А теперь Мужа терпеть Ну то есть Сказочники-то Не это хотели сказать Они добро нам несут Ну мы добро-то видим тоже Вы же видите Положительные качества У принцессы Так мы же все Сказка Ложда Не намек Ну намек И паттерн поведения Определенный Вот про паттерны поведения Я как раз пишу в книгах Потому что про намеки Вот эти Типа Надо жить в добре Ну классно А то мы не знали Надо делиться Друг с другом чем-то Ну да окей Но не себе в ущерб Опять же То есть вот там Вот такие оговорки Больше Сказочники Ничего плохого Они нам не хотели сделать Спасибо Просто так же Зарабатывали деньги На книгах как я Здравствуйте Наталья Меня зовут Алина Самая смелая Без маски Какая молодец А так можно? Можно так же? Нет Ну вообще нет Но мне можно Но тебе можно Да Я хотела спросить А можно ли эту книгу Читать мужчинам И чем она будет полезна Вы же вот Ты со мной сколько Уже лет живешь? Скажи мне Сколько мы с тобой По книге? Нет Подожди Ну сколько? Четыре Пятая Пятая презентация Просто человек со мной На презентации Я стараюсь выбирать его Потому что он очень адекватный И мне на каждой презентации Это не комплимент Потому что он правда хороший На каждой презентации Кто-нибудь Обычно мужик встает И говорит Вот на выставке На международной А можно читать книги мужчинам? Что они боятся Что они прочитают И станут там Принцессой Геем Открыл розовую книгу Трым И все И типа Блин Смузи А я не знаю что Они вот Это те люди Которые там Смотрят свинку Пепу И становятся свиньями После этого Может там какие-то секретики Какие секреты? Осторожно Мужчина не открывайте Осторожно Женщины тоже пукают Вот такие секреты? Что я такой Господи Правда Фу С кем я живу? Нет Ну какие Какие секреты? Мужики читают книги У меня У меня недавно Один парень писал Я прочитала Читаю Книгу Развод Сейчас за водкой Пойду Ну я Я сейчас плакать буду Правда В каком-то месте И он мне скрин скидывает На каком конкретном месте Его прям Ну прям перевернулось Говорит Все внутри Как Как это можно Вот прочитать Ладно Написать Я вообще не понимаю Как это все пережить можно Вот такие Такую бурю эмоций Я говорю А странно А девки Мы читаем И ржем над этой книгой Нам весело Типа У развод Классно Я Потому что мы сами Это пережили Когда ты пережил Болезненное расставание Тебе Ну не страшно Об этом читать А парень Когда он читает Что переживает девушка При этом Он вообще Он Больше никогда в жизни Девушек не бросит После этого Мне кажется Будет с ними Со всеми жить С пятнадцатью Спасибо за ответ Спасибо за вопрос Вопрос такой Можно читать Мне книгу Да? Нет Хотя Хотя Если Если вообще Есть книга То ее можете читать Как ты Что я Что вообще все Вопрос был Совершенно другой Как вы относитесь К феминизму Если вы относитесь То какой волны Какие волны есть Скажи Первая волна Это Это вот Собственно Феминизм Это женщины Сейчас третья Сейчас третья Не четвертая Нет четвертая Четвертая происходит С 1990 Вот смотри Я феминистка Честно Ну то есть По моим брюкам Наверное Это было понятно Издалека Я человек Который Я Я из тех феминисток Которые знаешь Типа Можно я не буду Рожать каждый год Вот я вот Из таких феминисток Которые понимаешь Ну то есть Не те феминистки Которые уже ближе К мужененавистничеству Понял Которые типа Надо сжечь мужиков Ну я не такая Но Я хочу Чтоб меня воспринимали Как человека У которого есть Свои возможности Свои способности То есть Я не хочу Приходя Я работаю Я сценаристом Работала всю жизнь Я не хочу Чтобы приходя Со своим сценарием На меня смотрели Типа Ой Этот сценарий Написала женщина Какая разница Я же не членом Я его писала То есть Или там Что я еду за рулем Я уклинусь Но это обидно Честно То есть Ты перестаешь верить В свои силы Ты думаешь Действительно Я же женщина Мне однажды Вот так вот Развернули сценарий И мне пришлось Этот же сценарий Дать своему мужу Который тоже сценарист И он понес его Сдал И все Его приняли И оплатили Но так нельзя Мне кажется Что это несправедливо То есть Если вы оцениваете По половым признакам Интелект человека И еще какие-то способности Это не очень справедливо То есть Узнайте человека Мужчины тоже могут быть Очень недалекими Женщины могут быть умными Но опять же Если верить Знаешь К кому Черниговская По-моему Говорила О способностях Ментальных Что Да Что женщины В основе своей В большинстве своем Мы Никогда не бываем Гениально умными Но и Откровенно Тупыми Мы тоже не бываем Мы типа Стабильный середняк А мужики Бывают Очень гениальны То есть Моцарт Это запредельный уровень Они могут выйти За пределы Вообще Сознания Но Если уж Ну То это обязательно Мужик То есть Не баба И это если верить Татьяне Черниговской Это не я говорила Это все Наверное Даже мужской род Что Мужской род Ну все верно Сейчас Феминитивы придумают Когда Капри ставят Просто сзади И все нормально Ну то есть Я не знаю К какой волне Я принадлежу Я не хочу В эти волны Вписываться Мне вообще говорят Что я и блогер Третьей волны Я говорю Мне вообще пофиг Называйте меня Как хотите В какую угодно волну Если это принципиально Давай я В четвертую Это не принципиально Просто Ну я У меня про феминистический В рябах общей повестки Было интересно Интересно Бреете ноги Или нет Брею Я брею ноги Брею подмышки Но это лично Мое желание Ну то есть Феминизм Это не про Небритые подмышки Не про целлюлит на жопе Вы поймите пожалуйста Правильно Феминизм Это про то Что мы тоже люди Женщина тоже человек И такие там Ну типа Понимаете Есть такая вещь Что Если какая-то проблема В семье возникает То собой должна Пожертвовать женщина Ну типа Схера ли Нет Ну то есть Нет Или Кто должен работать В семье Обо мужик Ну типа Если у меня В семье Вот у меня есть муж Но получается Зарабатывать деньги Круто У меня Круче Допустим А у мужа Лучше получается Например Сидеть с детьми И что мне теперь сделать Нет Ты давай работай Приноси гроши А я буду сидеть С детьми Да истерики И дети будут в истерике Ну зачем это надо Когда можно договориться Это ты занимаешься вот этим Ты этим Посуду вместе моем Ну то есть Не надо попадать в крайности Говорить что Женщина должна только работать Или мужчина должен только работать У нас у всех Разные способности И сейчас уже Все настолько смешалось Мужики красят ногти Блин Рисуют брови Уже там непонятно Кто где Блин Там уже и надо Прям реально договориться Спрашивать Ты кто мужик Ты как ты себя ощущаешь Ты как мужик ощущаешь Или как кто Как енот Может быть Вот и съем Енот и опоссий Наталья здравствуйте Меня зовут Елена У меня такой вопрос Как вы считаете Вера в сказочного Идеального принца Она присутствует во всех Странах мира одинаково Либо это как-то Особенно присуще Нашей стране Нашим женщинам Я думаю Спасибо за вопрос Я думаю Что судя по сказкам Ну по мультикам По сказкам Везде есть вот этот вот идеал Просто он может быть разный Возможно Есть какие-то Отличительные черты Но плюс-минус Все хотят Богатого Молодого Красивого С чувством юмора Чтобы у него не было Никого до меня Вообще Никогда И после меня Тем более Он бы умер Вообще Ну чего Какой-то идеал Понимаете Раньше Чуть-чуть раньше Нет Чтобы вот Если я от него ушла Он сказал Я без тебя не смогу жить И реально умер после меня Никто так не сделал Вот Тут есть какой-то идеал Потом мы взрослеем Понимаем Что в принципе Ну Если он будет богатый Очень сильно Это будут дополнительные Какие-то проблемы В семье Ну как Как показал мой опыт Они будут Когда у мужика Очень много денег И власти Он захочет Себе что-то еще Насобирать Кроме жены И будут Вот эти оговорки И Идеального Такого Не будет Ну и Мы тоже не идеальны Честно То есть Никто из нас Не идеальны Просто притереться Найти такого же Конченного Как ты И жить спокойно Все Ну то есть Найти такого же С таким же Мировоззрением Как у тебя Вот это идеал Но для тебя Идеал Для кого-то другой Так это и классно Для тебя он идеал А другая посмотрит Подруга скажет Ну он Кончалыка Конечно Не буду Его добивать Пусть Селут Два Конченных Привет Здравствуйте Наташа Меня зовут Дарья В первую очередь Хочется поздравить Вас с замужеством Советы Любови Спасибо Я потеряла кольцо Кстати Необучаем Я обратила внимание Но это повод Купить новое кольцо Я уже заказала Я уже заказала Наташа Я хотела спросить В ваших книгах Есть очень откровенные моменты Очень болезненные Очень интимные Сейчас вы Вводите страницу Хочешь Я хотела спросить Как на них Отреагировал Вот Ваш супруг Были какие-то Интересные Нынешние Про большее мы не будем Главное большее Ну она отреагировала Да Я отреагировала И советом Для любви Я своему супругу говорю Что это вымыслился И это все сказки Потому что я Девственница Он сказал У тебя же двое детей Я сказала Да Так бывает Про непорочное Зачем Я помню Лучше Мужики На скользкие вопросы Тоже лучше отвечайте Типа Ничего не было Ничего не знаю Когда Ну начинается Вот этот вот А если бы А гипотегически Мы еще любим задавать Типа А если бы Ты был женат А другой Ты бы изменил Я и со мной А если бы Я была С другими волосами Лысая Без ноги И если бы Я была енотом Ты бы за мной спал Приносите И поесть просто И шоколадку Мне так Помогает Только Все Больше ничего не помогает Ну то есть Есть вопросы На которые Лучше не отвечать Подробно Про личную жизнь Ну я Вообще Мы не разговариваем Я не знаю Кто у него там был До меня И он Ну он читал книги Но он Понимает что Возможно Это и вымысел Что двое детей А это живут Солна Тимура Артур Это наверное Братья Наташ Так они Метры восемьдесят пять Два вот таких живут Может быть Ему я Не понять Что Привет Привет Наташ Меня зовут Полина Хотела спросить Какая твоя любимая Принцесса И какая самая нелюбимая Ну Любимая В плане Какая ближе Ближе диагноз Рапунцель Безусловно То есть Это гиперопека Родителей И Тотальное Вот это Не ходи туда Не стриги волосы Не общайся с мальчиками Сиди дома До старости Вот такое Воспитание Я получила Вот Но Проблема с Рапунцель Начинается Когда она вырывается Из башни И начинает творить Всякую дичь Ну вот То есть Первый год Когда первый год Учил по университете Я натворила Все что могла Я попала Во все самые Стремные ситуации В своей жизни В какие могла В самые херовые Вот это из-за того Что я Ну не приспособлена Я не понимала жизни Я не общалась Особо с людьми Я как собака Смотрела Не понимала Что они Говорят что-то Бежать 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 А сосиска Ну типа Вот я вот такая Я сейчас наговорю Вы никогда не защитите Свою диссертацию Которую вы пишете Там куда-то Вообще Вам не засчитают Это все Ну то есть На какой-то вопрос Женя отвечала Любимый Нелюбимый А вот это Рапунцель Это самый близкий Персонаж А нелюбимых Ну а как они Я же с ними Не отношения завожу Чего они нелюбимые Я их всех люблю Все конченые Все мои Все молодцы Всем счастья Добра Шубу из Бобра Здравствуйте Наталья Меня зовут Женя Вопрос следующий Скажите пожалуйста Будет ли книга Про разбор Принцев У вас просто Очень много В инстаграме Тем Связано с мужчинами Ну с какими Они бывают Будет ли такой разбор Спасибо Ну смотри Я же все равно Смотрю И рассматриваю Типажи мужчин Даже когда рассматриваю Я рассматриваю Через призму Через свою Ну то есть Изнутри Женщины Я говорю это То есть Все проблемы Я обсуждаю Изнутри себя Ну то есть Я не имею права Наверное Раскладывать на типажи Мужиков Это надо Переспать со всеми Мужиками Прям со всем Распределить их На типажи Прям Это первая моя книга О как плохо Бывший Это же книга бывший Я сейчас не поняла Все Вопрос снят Да там все равно Не все Наверное Типажи Все Я подписывать книги Слела Все Вы меня загнали В угол А мы можем Книгу Этот вопрос Подавить Чтобы больше Не слышала Таких вопросов Это надо К магазину Ладно Это мы потом Решим Очень хороший вопрос Очень хороший вопрос Очень плохой ответ Все Всем аплодисменты Забудьте Ничего не было А что у вас А что у вас было с енотами Вы очень любите Вы помните Ты блин Подожди С феминистками Не разобрался Какие те еноты Блин Собрался он тут Ковой волны Я енот Пятый Блин Запикайте Я люблю это слово Везде Я люблю енотов У меня везде еноты Еноты едят И спят Это мой талисман Тотемное животное Енот Просто спросил Ничего не хотел Зла не хотел Не желал Просто Огрешительно Начал Как Ленин Полез Скажи Какой Рьяный Голубь какой-то Валера приехал Я вам Про это не говорю Добрый вечер Меня зовут Екатерина Я хотела вам сказать Огромное Отдельное спасибо За аудиоверсии книг Потому что Это прям Наслаждение Спасибо И я вообще Все прослушала Именно в аудиоверсии Потому что Я не представляю Кто еще Может эти книги читать У меня к вам вопрос Но я имею в виду Читать авторским голосом У меня к вам вопрос Именно по поводу Озвучания То есть Когда автор читает Собственную книгу Он должен как-то Предварительно Еще раз ее Перед этим прочитать Ну чтобы как бы Или он уже Все это помнит И ему специально Я эти книги перечитывала Каждую Вот эту книгу Я перечитывала Раз семь наверное То есть Ты ее пишешь сначала Потом ты ее вычитываешь Что-то убираешь Потом ты вычитываешь Что-то добавляешь Это в процессе написания А именно перед Озвучанием А зачем Я ее уже наизусть Мне кажется знаю Ну то есть Я иногда говорю фразами И понимаю Что этот абзац Где-то есть в книге Понимаешь Ну то есть Мне задают вопрос Про мужчин Вот это вот Что Про свинку Пеппу Этот кусок Я просто взяла И пересказала с книги Потому что Мне проще Пересказывать Чем придумать Новые ответы На старые Ну то есть Вы уже все это Как бы к этому времени Практически автоматически Нет Такое бывает Я иногда читаю И думаю Может быть Это можно было убрать И тогда я убираю Какие-то абзацы Есть такое То есть я из этой книги Убрала Ну наверное Абзацы Два-три Есть такие Но я поняла Что просто лишний абзац Бывает такое Ты пишешь 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 И потом абзац идет И ты говоришь То что уже говорила Но другими словами Он пустой Он ненужный То есть не потому что Что я сказала Я нет Не узнали люди Вот такого нет Просто лишний абзац Лишний текст Зачем Лучше сократить Краткость сестра Моя личная Спасибо Спасибо вам Спасибо Спасибо Вот я поэтому С Курбатовами Смогла написать книгу Там непонятно Кто озвучивать Я бы Я хочу Свои книги Сама озвучивать А Курбатов Хочет Чтобы вот этот Мужик его озвучивал Какой-то Красивый И молодой Что Вместе сидеть В этой В тесной кабинке Я озвучивать Так не пойдет Привет Привет Вот у вас есть книга Про мужчин Про подписчиков Про девочек Про что будет следующее Про енотов Про развод я не читаю Про енотов Типа Жизнь енотов Пятой волны Генетализма Я ее первым куплю Да я тебя на обложку поставлю Буду сидеть Вот такой С шестерными лапками Про творческие планы Был в один раз Что Про творческие планы Ну Планы Какая идея На следующую книгу Чтобы вы Написали свою На эту тему Да я не особо Ну смотри У меня есть идея На книгу Но я не скажу Я ее лучше напишу А если не получится Ну то есть Бывает такое Что я говорю Что я хочу написать книгу На какую-то тему Или стендап Потом он у меня Начинает писать Понимая что у меня Нет особо Идей на эту тему Он у меня как бы Благополучно умирает Этот стендап А люди то ждут Они говорят Ты же обещала Вот чтобы такого Не происходило Я не озвучиваю Что я хотела бы сделать Ну то есть Начну писать книгу Не пойдет Я ее со спокойной душой Заверну и все А так я буду помнить Что я вам пообещала Про енотов И вы такие Где про енотов Будете приходить Каждый раз В МДК И смотреть на меня Вдвоем Ваши вопросы Поднятая рука И возможно И задать свой вопрос Я далеко не хотела Бежать просто Привет Хорошо Здравствуйте Меня зовут Яна Не по поводу книги А просто вот Вы сказали Что главное Найти человека Который С таким же мировоззрением Как вы Верите ли вы В такую теорию Что противоположности Притягиваются То есть если у человека Другое мировоззрение Но вам с ним Действительно хорошо Бывает ли такое Ну с вашей точки зрения Естественно Смотри Да Я тебе сейчас объясню Просто многие люди Понимают Под противоположностью Разные вещи Ну то есть Я верю Что противоположности Притягиваются То есть если ты женщина А он мужчина Вы противоположны Вы по 100% Притянитесь Понимаешь Но если у вас Вы можете Притянуться в любом случае Вам понравилась Внешность Вам понравился запах Ну то есть это же гормоны Ну то есть Про притягивание Я ничего не могу сказать Плохого Это Ну это так называемая Химия Она возникает Все классно Проблема-то начинается Потом Когда ты через полтора года Когда проходит Гормональный всплеск Или там через год Кто-то там Говорит через три года Когда ты видишь Что перед тобой Абсолютно Чужой тебе человек Вот тогда Начинаются проблемы Притянуться Противоположностям Не проблема Притягиваются И противоположности И схожие люди Всякие Они притягиваются На вот таком вот Ну животном Инстинкте каком-то Размножение Скорее всего А проблема Начинается Когда ты понимаешь Что он Не хочет детей Вообще Никогда Вообще воспитывать А ты хочешь пятерых Понимаешь Противоположности Мировоззрение разное Он считает Что человек должен жить Для себя Что не надо рожать В этот мир Который так полон страданий Еще детей Понимаешь А ты говоришь Я хочу максимально много детей И все И пошел разлад Ну то есть Какие-то основополагающие пункты У вас должны совпадать Для этого и нужно Говорить в течение Вот первого года Пока гормоны там Шабашат Говорить с ним Понимать Что это за человек Если это не твой человек Ну хотя бы Ну год провела Классно Круто Поездила везде с ним Говоришь Ну что ж А рожать я пошла От Валеры Все и к тебе Поняла Вот Валера Вообще-то Василия Василия Валера К Василию Через теракт Вот Ну то есть Вот почему Противоположности Притянутся Всякие люди Не только Противоположные люди То есть Простите Вы Ну как Ваша точка зрения Такова Ваша точка зрения Такова Что как бы Противоположности Могут притянуться Но долго Они не просуществуют Вместе Если ты основываешься Только на том Что мы такие разные И на этом у нас Будет классный союз Ну вряд ли Крепкие союзы Наоборот На каких-то схожих взглядах Вот То есть Вы можете Ты можешь заниматься Греблей А он может заниматься Кройкой и шитьем Противоположности Казалось бы Да Но это не мешает Жить вам счастливо Вместе Я имею ввиду Противоположности Когда противоположные Мировоззрения Он считает Что женщина Должна заткнуться И сидеть дома А ты считаешь Что женщине Можно развиваться А он сказал Заткни Рыла Маска И села Ты села Все Вот типа Вот так Будут проблемы Сто процентов Можешь даже Гадалки не ходить Можешь сходить Спасибо Это тоже я Я тоже принимаю По воскресеньям Куда кстати Тетя Наташа пропала А что Тетя Наташа Никуда не пропала Живет В Челябинске Ну Должна не было ее Да я боюсь Что меня затравят За акцент Вот эти вот все Придется извиняться Да придется извиняться Сейчас все Повально стали Извиняться Передо всеми Я уже Не знаю Мне уже Это все смешно Причем извиняется Уже настолько Неестественно Что даже уже Я не знаю Радоваться этому Или не радоваться Сначала записать Извинения А потом Заранее Наталья Как долго Шла работа Над книгой И где вы ее писали Каким образом Можете рассказать Сам процесс Около года Дома у себя В Челябинске Вот так Ну это просто Это работа Ты сначала придумываешь Идею Вынашиваешь А? Бывало такое Что ты едешь за рулем И понимаешь Что в какую-то главу Встает вот Ну мысль какая-то Хорошая И ты если ее Не запишешь Ты ее потеряешь Ты паркуешься Вот на обочину Там в лесу Где ты ездишь Я езжу в лесу В Челябинском В Челябинске Кстати Самый большой Лес в черте города В Европе Я там был Вот я там Езжу-езжу Свернула на обочину Записала на диктофон Или на На видео Просто включила Ну чтобы там Это текст Не записывать Буквами Быстро записалась Проговорила Все И иногда у меня Некоторые грузки Я сейчас нахожу Которые я так и не включила В книгу Ну то есть Ну главное Они записаны Но какие-то Встали туда Прям Вот когда я еду Еду и понимаю А вот Ну я причем Сдала уже книгу Еду-еду и понимаю Такая думаю О ОКР у русалочки Обсессивно-компульсивное расстройство А я не вписала Она еще более конченная Чем я ее писала Просто знаете Знаете Это вот эти Когда баба Когда знаешь Когда такая Если не с этим мужчиной С другим У меня ничего не будет Счастлива Только с ним Все И зациклилась на этом А он может быть Прям уже тебе не подходит Вообще Ты головой Ты понимаешь А ну Нервное вот это расстройство Ты ему не можешь С другим Ты начинаешь строить отношения Но все равно думаешь Это не Это не по-серьезски Мой единственный Это вот Он же Валера Так вот Ты сегодня героем Станешь Сегодняшнего дня Будут очередь ко мне На подпись книги И к тебе Отдельно Здравствуй Наталья Меня зовут Любовь И я не совсем вопрос Я хочу поблагодарить вас За ваши книги Спасибо И Приметующая книга Развод Я помню Мы Я живу с молодым человеком Я принесла эту книгу домой Пока я ее не буду читать Он запрещался? Нет Он просто Вы не представляете Он ходил И озирался постоянно Он Зачем ты читаешь? Он думал Что я читаю ее И просто уйду от него На всякий случай Алгоритм выучил Так на самом деле У многих знакомых моих И эта книга На самом деле Тоже Ну смешная И он даже С этой книгой Тоже ходил Так немножечко Что там Что там Но он сам Не решается Начни читать Преступление Наказание Чтоб он очканул Прямо сидел Чтоб он Боялся Засыпать К тебе спиной Вот так только смотрел На спящих Спасибо большое Мне подходила девочка Говорила У меня муж Запрещает читать Маши книги Я читаю вас в туалете Наталья Добрый вечер Меня зовут Анна Короткий вопрос Что сложнее писать Книгу Или стендап Книгу ответственнее Стендап я могу исправить Ну то есть Я написала стендап Я вышла на сцену Поняла Что вот этот блок Классный Этот не очень Этот Ну средний Надо дописывать Этот я убираю Второй Третий дописываю Все Я выхожу Ну на следующий стендап Я выхожу уже Я перебрала его Он уже вроде как Другой Но такой же Как и был Но лучше А с книгой Так не пройдет Это так же Ну нет Она напечатана Все Она уже есть И это то же самое Вот кино и театр Театр это живое искусство А кино Вот ты снялась И вот как бы мне не хотелось Все это переснять Оно уже будет навсегда Этот позор Понимаешь Все Ничего уже не изменишь И с книгой Такая же ситуация Все Если что-то хочешь изменить Уже ну ничего не изменишь Вот единственное отличие Глобальное Стендапа От книги Ну и стендап чаще Чем что Чем книга Чем секс Не знаю Там как сравнивать Смотря с чем Книги потому что Ответственнее Я подхожу к этому Ответственнее Вычитываю по сто раз Каждую Каждую там Строчку Выверяю А в стендапе Я иногда там дописала Не дописала что-то Думаю А выйду На сцене Что-нибудь придумаю В книге так нельзя Написать до середины И типа А потом буду печатать Когда издательство Будет печатать Они что-нибудь Допечатают В инстаграме расскажу Да расскажу Потом уже На встречах С подписчиками Так не пойдет Так нельзя Наталья Здравствуйте Привет У меня вопрос Про вдохновение Что вас вдохновляет Наушники Еда Меня вдохновляет Да Я Когда писала книгу Я потолстела Ну набрала Не потолстела Стала Красивее еще На 6 кило 6 кило Блин Просто за 3 месяца 3 месяца Я писала Ночами И ела Ну я их сбросила Потом за месяц Ну это неприятная Особенность Написание книги Как это происходит вообще Вот вы вот сидите Едите И так О Пожду книжку напишу Там идея такая Нет Я пишу Пишу И думаю Надо что-то есть Параллельно Я поэтому Я стараюсь Причем Я потолстела На 6 кило Набрала 6 кило На правильном питании Ну то есть Я люблю правильную пищу Салаты Яблочки Фруктики Орешки Просто я ела Это тазами Просто Я вам кляну Очень много Постоянно Нон стопом Ты печатаешь Печатаешь И тут же вкидываешь Оказывается На этом тоже Можно набрать Очень сильно На всем Полезном Василий Ваш выход Придется Хочется Вопросы Сюди Докторами Нет Их вообще-то Должно было быть 5 Но Если есть кому-то Желание То можно и пополнить Его контрольная работа А Давай Нормально Отвечу хоть раз Большое спасибо Если дело Настолько Серьезное То почему Выбирать Именно Принцесс Не Можно ли Было Взять Какой-нибудь Более Приземленный Образ Для Показания Реальных Проблем Ты же не встаешь К Пушкину И не говоришь Александр Сергеевич А почему Вы у лукоморья Дуб зеленый Иначе Руслана И Людмила Но это же Вымышленные персонажи Это Блин 33 богатыря В чешуе Как жар горя Нафига Вы это берете Берите Блин Помещиков Вы же так Не говорите Ну вот У человека Вот есть Вот такое Произведение Есть Стихи Про любовь Вы же не говорите Почему вы Про политику Не пишете Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пишет про вот это Я пишу Про женские Проблемы Потому что Я их знаю Очень хорошо Потому что Я сама С кучей Поворохом Проблем Понимаешь Но Рассказывать Всерьез Люди Не очень любят Читать Серьезные книги Это тяжело Честно Как бы я Андрея Курпатова Не любила Читать иногда Я иногда читаю Читаю И думаю Сейчас Если я еще Главу прочитаю У меня глаз Выпадет Просто Очень много Умных идей Классно Все структурировано Но Я не могу сказать Что не интересно Он пишет Очень доступным Языком Классно В отличие От допустим Всех этих Выгодских И прочих Он еще пишет По-человечески С примерами жизни Но Когда пишешь С юмором Это уже доказано Всеми Кем только можно Когда ты говоришь С юмором Когда ты пишешь С юмором Человеку Проще воспринимать То, что ты ему говоришь То есть Поэтому Просто чтобы Доступнее Объяснять Какие-то проблемы И чтобы Это было веселей То есть По сути дела Я описываю Какие-то моменты Из психологии Есть серьезные моменты Описываю И Эксперименты Которые были проведены В лабораторных условиях Но если бы я просто Описывала Вот был такой эксперимент Вот с такой Процентовкой Столько-то умерших Столько-то воскресших Все Все бы такие Ну класс Больше не будем читать Краснодар А как песни пишутся? Так же как и стендап Только в рифму Нужна тебе песня? Ты взял Ну я музыку не пишу Я прошу Я прошу написать Музыку Поэт-песенник Ну то есть Я не певица Я не композитор Я не умею этого делать Я могу в тексте Написать что-то рифмованное Но мне нужно Чтобы композитор Написал музыку Аранжировку И словами Ну это тоже Это так гнило То есть Я поэтому себя Не считаю музыкантом Я прошу Чтобы они Намяукали мне песню Ну то есть Там Ну напей Няу-няу-няу-няу Ниш-наш-наш-наш Ниш-наш-наш Я такая Ага Ниш-наш-наш Ниш-наш Ой Сюда я вот это вставлю Ну то есть Мне нужны кирпичики Вот эти вот Сколько слогов Куда ударение Так нельзя писать Это ну блин Земфира так никогда Не пишет в жизни Она садится И прям поет сразу Мне кажется Я думаю на раз 15 Альбом выпускают лет Эх Вот я иди Наталья Здравствуйте Привет 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 с Урала А где? Я через два дня к вам Ну передам привет от тебя У меня вопрос Вы так часто обращаетесь К историям своих подруг В книгах И они всегда такие Зажигательные Интересные С причинкой И это История или подруги? Ну я имею в виду Идеи другие Нет Ну типа подруги у меня есть И очень нудны Ну то есть там У них зажигательная история Может у одной подруги Вся одна Всю жизнь одна случилась Я ее описала И ты думаешь Боже Какая Анька классная А там Аня просто Скукотища У меня вопрос После того как их истории И их в принципе прототипы Были использованы в книгах Это как-то повлияло на дружбу? Я их меняю имена им Ну то есть они Некоторые не догадываются Так ну что по истории Они явно догадываются Слушай Ну у меня столько много Я во-первых Называю подругами Всех кого они по поводу Ну то есть Знакомых Коллег Ну то есть коллеги По допустим Хоккейному клубу Трактор Ну какие они мне подруги Большинство из них Там одна подруга есть И все Но я про всех написала Вот всех Кого я знала Кто в курилке Рассказывал истории интересные Я все говорю А вот эта подруга И вот эта подруга Они мне не подруги Технически У меня там Три подруги за жизнь было Прям настоящих Но я про них и не писала Потому что страшно потерять Короче Если вы Мне кто-то сказал Если вы Не хотите Расстаться с молодым человеком Или с подругой Или с мамой Не пишите Не рассказывайте стендапы Никогда про них Ну то есть Все Люсики Когда начал рассказывать Про дочерей и жену У него сразу Нагрянул развод Старовой Так ладно Не будем про великих Про наших расскажем То же самое Ну то есть Как только начинается Очень начинается Много проблем И в ситуации с подругами Скорее всего Могут возникнуть проблемы Поэтому Самых близких подруг Я вообще не обсуждаю И не осуждаю Тем более Большинство у меня Коллег и знакомых Подводят столько историй Что там еще три книги Может проникнуть Поэтому спасибо им большое У нас почему-то Левые крыло Как-то очень пассивные Левые пассивные Все нормально Че ты мне задаешь Политический вопрос Левые правые Только живутся к власти Тихо Вася У тебя там еще два вопроса Да я считаю Два вопроса Тут тоже мужчина Сейчас представится Как зовут Зовут меня Леонид Наталья Можешь рассказать Подробно Про свое представление Об идеальном мужчине Ну у меня муж есть Пока я замужем У меня ответ на это будет один Вот у меня муж И он идеальный мужчина Пока для меня Но когда разведусь Я все правду расскажу Я напишу еще одну книгу Да блин Это невозможно У меня муж на 16 лет Младше меня Ну это блин Проблемы естественно Будут по этому поводу Естественно Мне не нравится Что у него нет морщин Это какое-то издевательство Это издевательство Надо мной Ну то есть Если я встречаюсь С мужчиной Который Мой ровесник Или чуть старше Если чуть старше Очень классно Я прям Вообще молодая На фоне него А если ровесник Я просто ощущаю себя Наташей Красновой Если я живу с человеком Который на 16 лет Меня младше Я ощущаю себя 41-летней Наташей Красновой Ну то есть Вот эта особенность Меня честно говоря Не очень радует Но я как-то вот живу с этим То есть По вот этому параметру Он как бы не идеальный Получается По остальным идеальный Но для него Это не принципиально То есть Или он врет мне Время покажет И новая книга Тоже покажет Кто где врал Если позволите Просто вопрос Не по книге Так для меня Вы капец Вы активный Да Вот по бокам Сели Делайте вид Что вы тут Задаете все вопросы Просто для меня В первую очередь Блогер Как я познакомилась Поэтому простите Что не по книге Но я обязательно прочту И в следующий раз Нет Не обязательно Можешь По книге Но я уже Вынуждена Почитать В общем Была тема затронута По поводу того Что вы поправились Еще что-то честное Я мечтала вас видеть В жизни Потому что Инстаграм И жизнь Очень сильно отличаются И хочу сказать вам Вы прекрасны Правда И абсолютно Вот такие вопросы Валера надо задавать Хороший вопрос Батя Я тогда задам В следующий раз Сразу два Спасибо Спасибо большое Правда Просто в инстаграме Вот то что масочки Там еще что-то Откровенно Вы признаете Что их используете Это все понятно Но в жизни Вы правда Очень хорошо Выглядите Прекрасно И я прям Еще больше Вас люблю Вот и еще Раскройте секрет Честно что вы худеете Только благодаря танцам Вот Ну я перестаю жрать Давайте Блин я тебе честно скажу Девчонки Не верьте ничему Если кто-то говорит Что можно Не прекращать есть В таком же режиме В котором Ну ты сейчас ешь Не там Не заниматься спортом И на там На массажах Или на LPG Или еще на чем-то Я пробовала Это не помогает То есть Сбросить что-то Подтянуть Помогает это все Сбросить вес Стать стройнее Не помогает Срезайте Какие-то вредные продукты Ну в основном Это На ночь Съетые булки Как я люблю Колбаска С хлебом Маслица Рыбонька соленая Которая плюс отеки Ну то есть Блин Просто когда вы начинаете Разбираться Как эти продукты Влияют конкретно на вас Становится очень просто Держать в форме себя Но Сказать что я ем Все что хочу Я не могу То есть я хочу Есть торты Я их вот В тот месяц Когда пыталась В эту форму привести Перестала есть Ну то есть Я сдулая была Как собака У нас как будто Две собаки были Серик и я Ходила Я еще на работу ходила А этот отдыхал Сидел на бороде Вот И он еще не толстеет Скотина Это бесит Вот Поэтому Ну танцы Это неотъемлемая часть Какой-то спорт должен быть Все что любишь Не обязательно танцы Может быть ты на горных лыжах Любишь кататься То есть что-то тебе по душе Что-то Что ты Чем ты можешь заниматься Долгое время Не бросив это Я в тренажерку не могу ходить Ненавижу эти железные штуки Все Секс Предлагаешь мне Что ты И что Вы сидишь Этот Нападает на меня Я Как День Так Девки Давайте честно Если вы Подразумеваете Активный какой-то Секс Где-то Вы там Держитесь За ванную шторку И там Пытаетесь Баланс удержать Это да Окей Если вы Лежите на спине Раздвинув ноги И говорите Ага И что вы Насколько вы Похудеете Ну что Прикалкиваетесь Что-ли Ну типа Ваш мужик Похудеет Если он сверху Вы Ну В норме Вообще Хорошо Хорошо По мужика Пойдем Как бы это Не звучало Антония Добрый вечер Здравствуйте Я Сергей Скажу честно Перечитал Практически Все книги Ну кроме Наверное Белой Не прочитал И любишь Белый цвет Нет Наверное Времени Просто не было И развод Я скажу Я не дочитал Я остановился Убийца Дворник В конце Можете читать У меня два вопроса В каком-то из интервью Говорили Что Когда детям сказали Что Ну типа Блогеры не дураки И сами Стали блогерами Блогерши Вот так А Детей потянуло Стать блогерами Вот Они вот смотрят На вашу профессию То что вы делаете Нет Тимур Мне кажется Просто Для красного словца Сказал Но он провокатор у меня Он вот Может сказать что-то И все И потом Я скажу А потом начинаю спрашивать Говорю Ты же вот это говорила Он говорит Мама Это же сарказм Ну все И ты как бы еще и дура Получается Еще и блогер Еще и дура Реально тупая мама Такая Вот Поэтому блогерами не стали Они сейчас занимаются 3D моделированием Им нравится делать фигурки Для игр вот этих вот Они у меня Создают какие-то Ну персонажи Скидывают И говорят Похож А я не знаю на кого То есть И говорят Да Только живем во вранье Вот Блогерами не стали И второй вопрос Ну немножко расскажите Про киноопыт Вот Который фильм сейчас вышел Я так преклоняюсь Перед актерами Которые снимают Это были съемки ночные Все съемки ночные Все там Сколько месяц мы снимали Снималось только ночью все То есть ты приезжаешь На площадку В 6 например До 9 тебя гримирует И с 9 вечера До 6 утра Ты на ногах Ты что-то в кадр готова войти Или выйти из него Повторяешь что-то Иногда ты просто сидишь Тут значит корсет В котором ты не можешь дышать Здесь какая-то пакля привязана Которая волосы так Выдирают пачками Ну то есть Абсолютно некомфортный вид Я не представляю Я теперь каждый раз Смотрю фильмы И думаю Боже, боже Как они страдали Там во время съемок Наверное Ну это просто нереально Ладно Когда ты допустим Снимаешься в каком-то фильме Ну типа психологическом Но опять же Это тогда износ души Просто происходит Если ты в каком-то экшене Снимаешься Ты постоянно что-то бегаешь Прыгаешь Скачешь Ты ломаешь себе Ноги, носы Там еще что-то Ты постоянно Свою жизнь ставишь Вот На зеро И можешь проиграть Прямо в считанные секунды И вот недавно У кого был инцидент Застрелили девушку На съемочной площадке Нечаянно забыли Нечаянно забыли Что были пули Боевые Блин Охереть Это как так Просто забыли Блин И стрельнули Убили Что, убили женщину? Киноопыт Я же феминистка Подожди Подожди, как это мне может понравиться Там еще мужикарей Женщина же человек Кино? Мне было сложно Было сложно в том числе Потому что нет актерского опыта Непонятно куда бежать Куда каким богом повернуться Чтобы красиво еще смотреться И непонятно было В каком вообще плане мне быть С собой Или играть вот эту тиканаску Конченную По итогу я конченая Потом смотрю в смонтированном виде А они все нормальные Я одна конченая получается Подстава Там же играешь Там сидит в кадре у нас в основном Ну Галустян иногда заходит Но он один раз зашел В каком-то там в кадре А там мы сидим Я, Лера и Надя И Надя Она из нас более опытная У нее есть актерские курсы за спиной И она играть начала Вот эту вот Из Comedy Woman Образ И я думаю Ну класс Я тогда тоже в образе Мы все три конченые Что-то играем И потом реально Когда смонтировали А там-то актеры нормальные Они очень спокойно играют И на фоне спокойствия Вот этого Мы выглядим очень вычурно Может быть Куликов этого и хотел добиться Чтобы все такие А, все-таки Совсем Тронулись умом эти трое Ну было интересно Вечер добрый Вопрос тоже немножко Не по теме В своем творчестве Вы частенько вспоминаете Всеми любимую Известную певицу Да, у которой люди Всегда с ней Что это? Личная симпатия Она же антипатия Ну там Можно бы не помнить Можно бы не помнить Вот это вот все Блин, я только не вспоминала Вот это я бы сейчас не сказала Я бы не поняла Я бы уже такая Боня Кто это? Вот где на какие-то вопросики Ну вот Симпатия-антипатия Это или что? Не знаю Ну то есть мне нормально Ну то есть Никакой антипатии нет Точно Симпатии тоже нет Ну как-то на нейтралке Не знаю Я очень давно Не упоминала Об этом Не упоминала Этого имени вообще В суе Если бы ты не заново Просто клянусь Я бы даже не вспомнила Что она была у меня в жизни Надо было писать первый трек И он должен быть Был с юмором Когда оглядываешься на Россию И думаешь Так Что людей больше всего Триггерит Какая тема И на тот момент Был ли Путин и Бузова Про Путина Я не конченная Чтобы петь песню Путин не пой Путин не пой Я не стала Такую песню делать Она потому что Не к месту И вообще не в тему Вот А про Олю Соответственно Причем эта песня была Не столько про Олю А про людей Которые не умея петь Поют Ну то есть Вся песня была И там про Беркова У меня был Текст Ну то есть Про то что Раз выводился рот Тоже запела Ну то есть Там в этой песне Очень много Ну таких Саркастических подколов И это не конкретно К Оле А вообще Ко всем Вот этим персонажам Которые поперли На сцену петь Не имея голоса Не имея Ну ничего Они не пишут Сами текст Они не пишут Сами музыку Они сами даже Не поют За эту Темникова Пела Поначалу вообще Ну то есть Зачем Ну то есть Мне непонятно Понятно зачем Чтобы популярность Чтобы деньги Вот это все Но вот эти шкурные интересы Мне честно говоря Не особо близки Поэтому я с сарказмом Мне казалось Пропесочило Шоу-биз А люди подумали Что я какие-то Питаю негативные эмоции По отношению Коли Коля абсолютно ровно Хороший человек Наверное Не знаю Не знаком даже Надоле Вот еще раз Здравствуйте Да я смотрю на всех нас Мы вроде такие Но тем не менее Нас объединяет Некоторая симпатия к вам У меня вопрос У некоторых работа Он диссертация какая-то Ну не просто так Наверное Это их работа Все-таки симпатия Вопрос Как вы видите Собирательный образ Своего читателя Для кого вы пишете Вот собирательный образ Я тебе могу сказать Потому что Его легко собрать По статистике Которая во мне И в инстаграм Это 90% женщины 10% мужчины Это Москва, Питер, Киев Ну то есть По территориальному Какому-то описанию Ареалу обитания И это женщины В основном От 25 до 45 Вот портрет Человек А для кого я пишу книги Я пишу их для себя То есть Мне бы хотелось Почитать вот такую книгу Если бы она была Если бы мне было Там лет 25-30 Я бы хотела Такую книгу прочитать Да и сейчас Я бы хотела Такую книгу прочитать Если бы ее не было Я ее искала И ее не нашла Понимаешь Что надо самой писать Чтобы ее прочитать Вот я и написала Такие дела Привет Да, Наташа Здравствуйте Меня зовут Стас Да, Стас Во-первых Я сейчас немного волнуюсь Прежде чем задать вопрос Тогда выражу вам респект Первое Меня ваше внешность привлекла Когда я на ваш канал Смотрел Подписался Второе Как вы рассказываете Стендапы о жизни Коротко, четко Все так проговариваете Что о серьезных вещах В юмор Ну в шуточной форме Можно все хорошо понять Вот Сейчас пока сидел здесь Во время разговора Такой вот момент Вы Обозначили Что-то, например Ну там, например Если вот У меня хорошо получается Там зарабатывать У муж, например Лучше получается С детьми сидеть Что-то А когда значит Муж должен работать Гороше там с детьми Вот такой вопрос возник Если, например Женщина успешная Самодостаточная Ну, хорошо зарабатывает Что ее может привлекать мужчина За какие качества Она может мужчину Как бы ценить Если она Ну сейчас Свободна Без мужчин Вот Ну это надо Спасибо за вопрос Надо спрашивать Непосредственно У каждой Конкретной женщины Потому что У нас Каждый из нас Привлекает Свои какие-то Особенности Кто-то скажет Задница Например Ну что Ну с ней не поспоришь Для нее Это приоритет Ну все Хорошее тело Все Ты подходишь Допустим Есть такие Самодостаточные женщины Которые Мне нужно Туловище В постели Все Остальное Ты можешь быть Безработным Дебилом Есть такие Есть такие Которые Мне нужен Собеседник Я хочу Иметь собеседника Чтобы с ним Можно было О чем-то поговорить Поспорить Чтобы он смотрел Фильмы И мы после фильмов Еще всю ночь Разговаривали с ним Вот такие есть женщины Тоже Самодостаточные Тоже у них Все есть Все в порядке Но им нужен Человек Рядом Кто-то Кому-то нужен Мужчина Вот прям Самодостаточный Все есть Богатство Все Знатная такая Особь Ей нужен Человек для выхода В свет Ну что вроде Как Катислар Как сумочка Вот Вышла Пофоткалась На фоне Какой-то стены Все Классно Дома Не разговариваете Друг с другом Есть много Разных Женщин Самодостаточных Которым Нужен Мужчина В какой-то Определенной Роли Ну то есть С какими-то Определенными Качествами Я за них Не могу За всех Сказать Ну главное Вы Сказали В чем-то Главное В чем-то Можете За себя Сказали Мне уже Это более чем Достаточно Большое спасибо А тебе для каких Целей Ну-ка Скажи Мне Может быть Просто я Маш кольцо Не зря Потеряла Че Для каких И тебе Не надо Прямо Самодостаточное Может Тебе нормально Надо Который Ну скажу Есть свои Причины Я не буду Проработать А я просто Не хочу Работать Вот Я скажу Больше На самом деле Не работать Когда женщина Зарабатывает Это чувство Ну по-моему Это говно Потому что Ты самостоятельно И зависишь От женщины И все С другой стороны Когда ты мало Зарабатываешь Женщина зарабатывает Больше тебя Ты стремишься Больше зарабатывать Чтобы соответствовать Потому что Это ты Вот смотри Это твои характеристики А если я спрошу Другого мужчину Скажу А вот если Жена будет больше Тогда я расслаблю Булки Некоторые могут Вот так сказать Ну то есть Все мужчины разные У вас у всех Разное мировоззрение Сейчас вообще Все разные стали И мы тоже разные То есть Спроси у каждой Что в мужчине Привлекает Ты удивишься Какие Вот пока Я подписываю книги Ты подойди Каждый спроси Какое качество Самое главное Мужчине Девочки Скажите громко Три-четыре Какое качество Самое главное Мужчине Три-четыре Вот и понял Все Но честную Спорядочность Я слышала Вот с этого Края Ну этого достаточно Наталья Я хотела вас спросить Как раз про девушек Да Привет Вы же мама Двух сыновей Скоро Попрут Эти женщины Попрут Вот эти женщины Вот которых Вы описываете В эту книгу Ну надеюсь Что не эти Прям конкретно Ну может быть Что-то Какие-то черты Будут им присущи Вот вам Как маме Какие черты В женщинах Будет сложно принять Вот какой типаж Из этих Самый сложный Смотри По типажам Если в самом Ну в самом Последнем Вот проявлении Любой из этих типажей Не очень хороший Но допустим Там есть типаж Мальвины То есть это Вот это бой-баба Которая Я везу на себе Все Я идеальная А ты можешь Просто как предаток Тут Как к сыну Относиться К мужу В принципе Любая мама Скажет Ну это нормальная Дядька Она будет Оберегать Ну то есть Я передаю Моего сына Другой маме Как бы второй Маме То есть Ну есть такие Мамы Которые передают Вот так Из рук в руки Как знамя Полка Своего сына И все нормально Но то что это угнетает Мужскую состоятельность Их как бы особо не Ну нет секса И нет Не размножайтесь Просто оживить Ну не знаю Меня бы напрягло Если бы женщина Я не знаю Как объяснить Но не любила Что ли Вот если ты уважаешь Человека Ты ему уже не сделаешь Ну больно Стремно В какие-то ситуации Его не поставишь Управленной То есть если Девочка Будет уважать Моего сына Для меня Это уже достаточно Любовь Есть-нет Это их дела Это их личные Там разборки Секс Страсть Это тоже Их дела Меня будут уважать И если женщина Прям не уважает Вытирает ноги От моего ребенка Меня это будет Как мать Честно говоря Тревожить Все остальное Ради бога Хоть в енотах переодевайтесь Ебитесь как хотите Кстати О енотах Да что ж ты Можешь делать Два последних вопроса И больше никому не Сразу подряд задашь Ну если Проводить могу Давай по отдельности Пока Ну первый вопрос Это по поводу Вы считаете себя В первую очередь Стендапером Писателем Или блогером Что это у вас Это Какой короткий вопрос Я не успела попить Я считаю себя В первую очередь Человеком Который может быть Стендапером И блогером Ну то есть Что значит В первую очередь В первую очередь Означает что Какое занятие Для вас более главное Какое занятие Главнее Ну то есть Какое занятие Приносит мне больше денег Больше популярности Больше чего Удовольствие Больше удовольствия Книги Больше популярности И денег Блогинг А что там еще было Песни Вообще Незачем Что там еще было Ну то есть Мне больше нравятся Книги и стендап Но Денег больше приносит Блогинг Понятно Но опять же Блогинг основывается На стендапе Тут все очень сильно Все завязано Ну то есть У меня все профессии Связаны с тем Что я пишу Не важно что Песни Тексты Для стендапа Книги Ну это все Писательство В какой-то степени Понимаешь? То есть Ну писатель тогда Ну и последний вопрос Он касается Опять Феминизма Так Как вы относитесь К последним веяниям Феминизма в Европу? Говори мне Какие конкретные Нет Пусть он обрисует Потому что я сейчас Я не в курсе Да Ну например О таком явлении Как Увеличение феминизма Для Так сказать Поднятия Статусности Статусности Женщины Ради бога Что хотят пусть делают Смотри Я Мне Язык Это такая структура Я тебе объясню Он Очень пластичен Любой Не только русский язык Любой язык Он развивается То есть у нас Добавляются Какие-то слова Ну типа Агриться Не было такого слова Это вообще заимствовано Из английского пришло Ну то есть Какие-то слова Просто приходят Какие-то мы выдумываем Ну то есть Допустим Гуглить Не было такого глагола Пока не возник гугл Понимаешь Ну то есть Эти слова приходят И хотел бы ты Или не хотел Они у нас в русском языке Уже есть Все Они прижились А какие-то слова Они отмирают За ненадобностью Ну или просто там Никто не говорит Ой я утонул в твоих очах Если скажешь Там молодая девочка Просто Тебя в дурку сдаст После этого Очах Скажут Какой очко Причем тут вообще Дурак какой-то Ну то есть Все в порядке Язык изменяется Просто мне Как человеку Который вырос Я родилась в 80-м И жила В патриархальном обществе Если честно Большую часть Своей жизни Сознательной И мне Привычнее Называться автором Чем авторкой Ну то есть Это связано С воспитанием Не потому что Я какая-то Осознанная там Антифеминистка Или еще что-то Мне так привычно Потому что У меня есть Такое воспитание Но Если вдруг Так произойдет И слово Авторка Станет адекватным И будет использоваться Повсеместно Я не против Называйте Меня как только Уже не называли И блогеры И там еще Какими-то Плохими словами Лучше с авторкой Чем блогер Влогерка Это вот Мне единственное Что мне непонятно И я против тех Феминитивов Которые не нужны Ну то есть Когда мне девочка Подошла И говорит О, Инталия Краснова Все, я же такая же Как вы Я тоже блогерка И писателька И дура Еще к тому же Сто пудов Потомственная Ну то есть Ребят Есть слово Писательница И оно есть И не надо Придумывать еще Какое-то слово Ну то есть Зачем? От того, что Ты не знаешь Что есть такое слово Ты придумываешь Новые слова Это не неологизм Это ну Неосведомленность Какая-то Понимаешь? То есть Вот против этих Я Феминитивов Конечно могу По выступать А остальные Ради Бога Действительно Если это поднимет Статусность женщин Пусть так и будет Привет Еще раз Здравствуйте У меня вопрос такой В психологии Раскраска используется Как средство Для медитации И успокоения В вашей книге Какой смысл Раскрасок Перед каждой героиней? Точно такой же Я уже своих Почти всех Раскрасила Дома Я сижу Я им еще Дорисовываю Что-то там Где Герда Я просто думала Может быть Что-то женщина Когда Прочтет Какая она На самом деле Она в эмоциях Выместит И прочтет Вырежет Вырежет И выпилится Нет Я про то Чтобы люди Просто Если им нравится Раскрашивать А большинство из нас нравится Раскрашивать Девочки любят Раскрашивать Дорисовывать что-то Я дорисовываю Прям элементы Там где Герда На олене Там скачет И она говорит Вези меня олень А он говорит Я Олег Ну это там Типа Своя история И меня это веселит Меня это расслабляет Я пока там Закрашиваю Дорисовываю реснички Подлиннее себе Талем поуже Я прям радуюсь Ну и собственно Тот момент радости От автографсессии Он настал Это был последний вопрос Да Давай еще Я не мог Чтобы от Василия Был последний вопрос Нет Пусть и Валера сдаст Нет Он уже исчерпал Все спрашивают Больше нет вопросов у тебя Все Все У него было и пять Все нет у тебя вопросов Больше Да давай придумаем Еще пару вопросов Ну все Рассказывай Как фотосессия А вот наверное Надо сейчас рассказать Как все это будет происходить Дорогие